Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Но всех не устраивало такое положение вещей И это между прочим симптоматично, что когда противостояние выплеснулось в публичную плоскость То очень многие из окружения Назарбаева выступили категорически против Рахата Алиева То есть они фактически, может быть, не своим формальным членством движения ДВК Они поддержали движение тем, что они выступили тоже против Рахата Алиева Как вы думаете, когда этот внутриэлитный кризис перерос в политический кризис противостояния с президентом Назарбаевым? Все это постепенно накапливалось Рахат Алиев постепенно брал контроль над страной Постепенно все больше и больше занимался рейдерством Террором Я знаю, что он просто пользуясь силовыми структурами и медийными структурами шантажировал Он шантажировал министров, акимов, бизнесменов Бражение началось намного раньше, чем началось вот такое явное открытое противостояние Я знаю, что уже с начала 2001 года бизнесмены, государственные чиновники высокого ранга Те, кто стоял у истоков движения, они уже вели переговоры о том, что необходимо что-то делать Разговоры тогда шли в основном о создании какой-то либеральной демократической партии Которая бы могла как-то влиять на текущую политику Но это были разговоры такие, вялотекущие Конфликт перерос в открытую плоскость И прежде всего, вот толчком таким послужил депутатский запрос Толена Тахтасынова Когда он напрямую обвинил Рахат Алиева в монополизации медийных ресурсов в Казахстане Это была бомба Это был шок, но и вот то, что конфликт перерос в публичную плоскость Сразу повело многие процессы, процессы консолидации демократических сил Вот тогда находящихся в команде Назарбаева Он ускорился И с нарастанием этого конфликта, с нарастанием этого противостояния Люди, которые стояли у стоков, они пришли к необходимости создания движения Назарбаев понял, очевидно, исходя из разговора с своим окружением Что от Рахат Алиева надо избавляться Когда получилось так, что ДВК от просто борьбы с Рахатом Алиевым Выросло как бы на новый уровень уже политического противостояния с президентом Отставка Рахата Алиева, по сути дела его поражение Было преподнесено с помощью средств массовой информации Которые продолжала контролировать его жена и в какой-то степени он сам Она была преподнесена как некая победа Рахата Алиева После получения нового назначения в охрану президента По сути дела это не особо значимая должность телохранителя Он, получив это назначение, дал интервью по Хабару Где сказал, что он продолжит бороться со своими противниками Вот это Ертезбаев назвал главной политической ошибкой Примечательно, что когда Рахат Алиев произносил эти слова Учредители ДВК собрались в одной из загородных резиденций здесь в Алма-Ате Я был свидетелем того, как они восприняли это выступление Это заявление Рахата Алиева Действительно, оно вызвало бурю негодования Через два дня, в воскресенье, собралась пресс-конференция Где Галамжан Жакьянов, Мухтар Аблязов, Ражандосов заявили о создании движения Была ли уверенность в успехе или нет? Нет, лично передо мной так вопрос не стоял Тогда было настолько бурное время, настолько насыщенное событиями Что задумываться о будущем, анализировать что-то Быть может, не было времени Сейчас я уже понимаю, что по большому счету это движение Поскольку оно не имело массовой поддержки снизу То оно было в какой-то степени обречено Но говорить о том, что я предполагал, что кончится именно так Что начнутся жесткие репрессии и лидеров посадить в тюрьму Этого, конечно, я думаю, мало кто предполагал Когда вы поняли, что начинается закручивание гаек И когда поняли, что власть начинает бороться с ДВК Последовавшие через несколько дней отставки Всех тех, кто занимал должности во власти Они были свидетельством того, что Назарбаев решил подавить это движение Просто тогда казалось, что это может быть отставками и ограничиться И эти меры тоже послужили какой-то активизацией И люди, оказавшиеся, скажем так, вне во власти Они начали заниматься общественной деятельностью Общественной и публичной политикой Я думаю, что этот процесс был бы в какой-то степени медленнее Если бы Назарбаев не пошел на такое радикальное секвестирование И на инакомыслящих из своего окружения Но, по сути дела, вот именно тогда Из команды Назарбаева произошел такой большой исход Людей, государственно мыслящих, патриотов своей страны Которые заботятся, у которых есть какие-то свои взгляды Цели, свое видение И остались только те, кто использует власть в своих личных интересах Либо конформисты И таким образом Произошло качественное вымывание Из властной элиты, политической элиты Казахстана Как вы думаете, почему президент Назарбаев Не воспринял и не начал реформы в Казахстане Политические реформы, которые хотел ВДВК? Ну, мне кажется, что Назарбаев Если он хотел дальше оставаться у власти Это был для него единственный выход По сути дела Те вот базовые пять принципов Выборность местной власти Свободные и честные выборы Независимость судов Усиление роли парламента Все это подрывало основы авторитарного режима И на первых же свободных выборов Назарбаев бы существенно потерял Власть, проведенные эти реформы Только желание дальше единолично править страной Вот и было его мотивом И основа его победы Победы Назарбаева над оппозицией В 2001-2002 году Послужило то, что Империю Рахата Алиева Он разделил между остальными чиновниками Которые начали Подавлять Движение То есть Силовые структуры Отобрав из-под контроля Рахата Алиева Он раздал Каким-то Кланам Окружающим его И эти кланы Начали эффективную борьбу По Искоренению Инакомыслия Как раз в те дни В январе 2002 года Он произнес известную фразу Что я вообще Любого могу взять за руку И отвезти в суд Что означает Эта его фраза Она означает Что ему бесконтрольно Принадлежит власть С одной стороны А с другой стороны Если он считает Что все В его окружении Преступники Которых можно посадить Значит Он создал Преступное государство Иназарбаев Не стеснялся Говорить об этом Открыто Публично Не разгромил Он Движения Различными методами Методами Кнутая пряника Конечно Страна Сегодня была бы другой И я думаю Что Долго бы у власти Он уже не удержался Но произошло То что произошло У вас нет ощущения Что Нынешний Вот Большой период Времени С 2001 года Когда появилась ДВК И действия Власти И По управлению Политической системой Страны Что можно назвать Это Потерянным временем Для страны Да Конечно Это Это не просто Потерянное время Страна За это время Очень сильно Деградировала Ведь Вот эта Авторитарная система Она Служит основой Безумной Коррупции Которая Развилась За эти годы А Коррупция Начала Разлагать Все основы Общества Включая Им Моральные Ценности Посмотрите Сейчас Молодежь Мечтает Стать Государственными Чиновниками Они Понимают Что Это И есть Основа Успеха В жизни В Казахстане